МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ИТОНИ 21 января родились. Павел Флоренский, православный философ и богослов. Михаил Кирпонос, советский командующий фронтом, погиб в окружении под Киевом, где сам участвовал в рукопашниках. 21 января 1920 года завершилась Парижская мирная конференция, подведшая итог Первой мировой войны. 21 января 1921 года в газете «Правда» Ленин впервые употребил словосочетание «руководящая роль партии». 21 января 1698 года государь Петр I прибыл в Лондон. В Англии он надеялся лично освоить корабельное инженерное искусство. Адмирал Бен Боу. Эти два слова известны всякому подростку, кто читал роман «Остров сокровищ». Первые сцены книги разворачиваются в таверне именно под этой вывеской. А ведь адмирал Бен Боу – фигура вовсе не вымышленная, человек реальный и даже немного соприкоснувшийся с историей далекой для него России. Именно в адмиральском доме жил русский царь Петр I, когда он посещал Британию. Впрочем, английский адмирал этому был не очень рад. В 1697 году вместе с Великим посольством глава России посетил Западную Европу. Так он стал первым русским правителем, кто выехал за границу. Очень быстро и в Европе оценили, сколь не рядовая личность к ним пожаловала. В городке Зандам, в Голландии, Петр превратился в местную достопримечательность. Туда он приехал, чтобы постигать премудрость кораблестроения. Жил в маленькой коморке, до седьмого пота махал топором, как простой судовой плотник. В конце концов, некто Геррит Класс Поль – бас, то есть корабельный мастер, и сам выдал русскому царю патент мастера. В Голландии, сразу скажем, Петр провел времени больше всего – около полугода. И это понятно, есть статистика, что тогда порядка 80% торговых судов Западной Европы принадлежали голландцам, где, как ни на местных верфях, постигать науку рубить корабли. Однако вот, что писал сам царь-плотник. Просил той верфи баса Яна Поля, дабы учил его пропорции корабельной, которую через четыре дня показал, не по ней же в Голландии нет на сие мастерство совершенства геометрическим образом, но точнее некоторые принципии, прочие же в долговременной практике. То есть, как таковой науке, теории строительства кораблей, голландцы не знали, только принципы. Царь даже приуныл, и тут на его пути попался англичанин, который показал, что на его родине такую науку знают, и не по одному только наитию там строят корабли. И вот в середине января 1698 года Петр отплыл на другой берег Ламача. Этому путешествию помогло то, что фактически главой и Голландии, и Англии был один человек, Вильгельм Третий. Еще в Нидерландах он познакомился с русским гостем, они друг другу приглянулись. И английский король даже подарил Петру свою новенькую яхту «Транспорт Роял». На ней этот царь и прибыл в Британию. В этой стране он тоже быстро прославился. И своей простотой, и кипучей энергией. Петр везде искал диковинок. Он ездил в Оксфорд, видел заседание парламента, снаряжал артиллерийские снаряды и участвовал в постановочной морской баталии. Он с одинаковым любопытством взирал на женщину-великаншу и на дело в литейных мастерских. Недаром в пригороде Лондона тогда появилась Цар-стрит, то есть царская улица, и таверна его имени. Больше всего времени государь провел, конечно, в городке Вуллич, где располагалась знаменитая Королевская верфь. Там он сумел вывести свои инженерные познания на совершенно иной уровень. И в отличие от Голландии, покидал Британию уже в приподнятом настроении. Напоследок королевский художник и ученик самого Рэмран Токнеллер написал из экзотичного русского царя самый его знаменитый портрет. У кого осталось весьма хмурое впечатление от этой поездки, это у адмирала Бен Буу, в чьем доме проживал Петр Алексеевич. Благодаря развлечениям царя особняк претерпел настоящий разгром. Царская свита и ее лидер вообще выказывали большую простоту нравов. Слово историку Кульчевскому. Неужели это властные просветители своей страны? Такое именно впечатление вынес из беседы с Петром английский епископ Бернет. Петр одинаково поразил его своими способностями и недостатками, даже пороками. Эта поездка оказала грандиозное влияние на русскую историю. В том же году русский царь закончил свое заграничное турне. Он стремительно возвращался в Россию рубить бороды, рубить новый флот, рубить окно в Европу.